Всегда есть некие события, которые остаются в памяти и в летописи не только письменной, но и нашей души и памяти сердца. Мы с вами в 20 и 21 веке прожили очень необычную жизнь в России. В 950 лет существовала наша Российская империя, мы даже, наверное, не совсем заметили, как могло произойти, что за 950 лет наша земля стала иметь 18 миллионов квадратных километров земли. Все народы воевали, все народы защищались, но ни один народ не получил вот такого плода своей истории. Христос говорит, по плодам их узнаете их. Вот плоды нашей истории 18 миллионов квадратных километров земли. Сейчас мы с вами видим по телевидению кадры из Сирии. Мы видим пески. Если бы нам сейчас сказали, мы согласны жить в песках, да какой смысл? Что представляет собой наша удивительная территория? Вся таблица Менделеева, вся, включая Вольфрам, Малибден, Алмазы, Золото, Серебро, Нефть и Газ, само собой разумеется. Если бы сейчас мы закрыли наши границы, мы ни в чем бы не нуждались, нам ничего не нужно. Качество нашей земли. Если мы поедем с вами в Воронежскую область, если мы поедем с вами, начиная от Тульской области, а еще даже от части Владимирской области до Белгородской области, чернозем. Эта земля такая, что брось что угодно, все вырастет. Сегодня самый большой дефицит в мире только один – нет воды. Нет пресной, чистой воды. И когда мы эту воду покупаем в магазинах, она нам продается со стабилизатором, чтобы она не портилась. Чтобы она стояла месяцами и не портилась. Нашему организму нужна такая война? Конечно, нет. У нас воды сегодня 50% от мирового запаса. Это немыслимо просто. И шестая часть всей территории всех народов земли мы имеем с вами. Это немыслимо, чтобы Господь еще нам дал, ко всему прочему, удивительный климат. Если мы с вами сейчас жили в Индии, 3-4 месяца идут дожди. Но у нас какой климат. Зимой убиваются все бактерии, которые накапливаются летом. Все убиваются. И мы весной действительно просыпаемся вместе с природой, вместе с почками. И мы начинаем жить в новом совершенно пространстве. Мы не можем насладиться этим природным воздухом, весны, очарованием этих деревьев. И еще раз возвращаюсь к Сахаре, возвращаюсь к пустыне, возвращаюсь к некоторым народам, которые вообще не знают и не могут мечтать о том, что для нас стало привычным и обычным. Что мы еще имеем? Мы имеем много озер, прудов. Мы имеем много рек. Удивительно совершенно. Сколько рек только в нашей епархии. Десять районов находятся на Ветлуге. Но мы находимся на высоком берегу Волги. Если бы сейчас подняли на 6-7 метров Волгу, а это желают сделать через некоторых людей, слава богу, президент подписал указ, чтобы не делали этого, то что останется от Заволжья? Мы будем смотреть туда и скажем, вот когда-то здесь были строители, вот это и ГЭС. Ни ГЭС, ни строителей ничего не останется. Еще чего не останется? Самое главное, кладбище. Некого будет поминать. Некому будет сходить на могилку. Сегодня мы живем в удивительном пространстве, которое называется Русь святая, душа России. И вот мы попробовали с вами пожить без Бога 75 лет. Мы работали с вами, да еще как работали. Мы защищали наше Отечество, еще как. Мы рожали с вами детей, хотели рожать, хотя не было отпусков по беременности и по родам. Не было. И многие люди, работая на полях, бегали, чтобы покормить детей своих. Мы прошли через это все, через разрушение храмов и через исторический факт в 1938 году. Та власть безбожная объявила пятилетку безбожия. За пять лет не должно было в России, а тогда в Советском Союзе, это значит в Армении, в Грузии, в Молдавии, в Украине, в Белоруссии, в России, не остаться ни одного храма, ни одной часовни, ни одного священника, епископа, дьякона. Не должно остаться ни одной иконы. Сжигали иконы на заводах так, что люди, которыми я разговаривал, они говорят, мы посидели, когда это видели. Сжигали и уничтожали чудотворные иконы. И самое главное, уничтожали мощи святых людей. Давали удивительные имена. Мы все сегодня имеем имена святых. У каждого из нас имя святого. И святой живет в нас, он с нами находится. А тогда давали такие имена. Ким, Коммунистический интернационал молодежи. Как тебя звать? Меня зовут Ким. А тебя как звать? Владлен. Что значит Владимир Ленин? Мы знаем, что основатель вот этой программы сегодня лежит на земле, и земля его не принимает. Его хотели похоронить на Волковском кладбище, где лежит его мать Мария Бланк, которая посылала своих детей убить царя. Старшего, иди убей царя. Его повесили старшему. Другому сказала, иди и ты сделай то же самое. И от этого рода ничего не осталось. Дмитрий, стын брат Владимира Ильича Ленина, покончил с собой. Владимир Ильич лежит сегодня на Красной площади и всем показывает. Вот смотрите, не делайте так, как я делаю. Потому что лежит на земле, земля. Как должен человек прожить, что земля не принимает его? Хотели немцы забрать его тело, увезти, потому что на деньги немецкого генерального штаба совершалась революция. Не получается ничего. Какая интересная тайная страница нашей истории. И вот на сегодняшний день мы с вами говорим, все это прошло уже. Две статьи было расходов в Советском Союзе. Две статьи расходов. Это оборонка, защита Отечества. И вторая статья была, что это идеология. Всех учили марксизму, ленинизму. И в 90-м году, когда пришли другие люди, которые совершали революцию, ни один человек, в том числе и запкомовских работников, и членов Политбюро, не отдал свою жизнь за ту партию и за ту советскую власть. Страшно. Это страшно. И вот на сегодняшний день, прожив все это, и прожив 25 лет в неопределенном состоянии, в каком мы находимся сегодня, это и непонятно, что это дореволюционная Россия, или это советская Россия. И мы на сегодняшний день находимся в таком подвешенном состоянии. Вот у меня в Москве квартира, где я живу, на седьмом этаже. Подвешенное состояние. Я уже 18 лет ни разу там не был. Я приезжаю, останавливаюсь у других людей, у кого есть первый этаж. Я не могу жить в подвешенном состоянии. И вот мы сегодня находимся в подвешенном состоянии. Имея 18 миллионов квадратных километров земли, имея такую природную среду, богатейшую всеми самыми удивительными и уникальными недрами, мы на сегодняшний день видим, что-то не получается. Есть очень богатые люди. Но эти богатые люди эти деньги держат не в России, а за границей почему-то. Хотя продали наши недра. Недры наши продали нефть, газ. А деньги не у нас. Куда-то ушли в другое место. И на эти деньги футбольные клубы содержат. Помогают местным жителям в Англии, в Испании. А нам здесь не помогают. Странно очень. И вот я, москвич, находясь здесь 7 лет, что я прошу, когда я служу где-либо? Я прошу, чтобы люди за меня помолились, чтобы я окончил свою жизнь вот здесь. У меня такое ощущение, как у человека, который приходит в храм. Он приходит в храм, вздохнет и говорит, «Господи, пришел домой к себе». Вот так же и я, такое ощущение, как будто я вернулся домой. И как будто я здесь всю жизнь жил. И когда мне приходится выступать перед депутатами нашими везде, я говорю, вот вчера ночью ходил по такой-то улице. И вот я уже исходил этот городец так, как ни один депутат, ни глава администрации не сходил. Я все, овраги исходил. Спускаюсь вниз к реке ночью, потом по лестнице поднимаюсь наверх и по улице Александр Невского потихонечку возвращаюсь опять в настырь. Вот так это я делаю. Но вы знаете, сколько я ходил, искал, искал одну улицу. Думаю, найду или не найду. Нашел улицу Карла Маркса, Фридриха Энгельса. Везде выступаю и говорю, вы знаете, Фридриха Энгельса и Карл Маркс так любили городец, они так любили здесь гулять по улицам, по этим. Понимаете, что в честь них назвали, но не нашел ни одной улицы в честь Юрия Долгорукого. Зачем же тогда мы показываем, что Юрий Долгорукий основатель городца, мы на пять лет моложе Москвы, Юрий Долгорукий из реки выходит, понимаете, идет на этом, садится на коня на этого или на лошадь, движется, а ни одной улицы, ни одного переулка в честь Юрия Долгорукого. И вот на сегодняшний день мы прикасаемся к великой тайне. Мне пришлось очень много путешествовать по миру. В советское время я проехал все советские республики, кроме Армении. И сейчас, за эти годы, очень много побывал за эти 25 лет за границей. Я, конечно, не был в Америке, я об этом не тужу, да, я не был вот в Америке, я, да, не был, но я не был в Японии, хотя должен был недавно ехать на 70-летие атомного бомбежки Хиросимы Нагасаки, включен был администрацией президента, в список 11 человек, в числе от церкви меня, вот туда ввели, но так случилось, что я не сумел поехать. И вот, когда бы мне не приходилось, где бы быть, в Польше я был, конечно, в Германии я был, конечно, я был в Греции, где бы мне не пришлось быть, я удивлялся, что заходишь в село, и в начале села крест. В Польше меня просто потрясла, православная удивительная Польша. С одной стороны села какого-нибудь большого стоит крест православный, с другой католический, но обязательно без этого не обходится. Я, конечно, был в Западной Украине, просто в Украине. Все села, в Беларуси, все обязательно крест должен быть. Это напоминание нам о Боге, который родился в образе человеческом. И мы с вами знаем, что сегодня ни один ученый нам толком не объяснит, а как же могла произойти во Вселенной такая удивительная планета Земля, уникальная. как можно было из пылевого облака вдруг родиться столько живых существ, и, наконец, человек, удивительное существо, как из неразумного родилось разумное, как из пыли родились живые клетки. Кто нам сегодня объяснит на это? И поэтому сегодня мы говорим с вами, что как нам дальше жить, как дальше существовать? Слава Богу, ввели санкции. Это так хорошо. Нам говорят, как бы Господь через этих людей говорит, что вы просите у Запада? Вам ВТО нужно? Вы что, не можете сами себя обеспечить сыром, молоком, маслом? Вам нужно из Аргентины везти мясо, из Бразилии, которая будет напичкана тысяча уколов сделать, чтобы оно не попортилось. Поэтому на сегодняшний день мы говорим о том, что мы потихонечку возвращаемся к своим традициям. Что такое традиции? Традиции то, что было, есть и будет всегда. Вот что мы должны сегодня везти? То, что было, есть и будет всегда. И если мы сейчас спросим, а что народ наш за 950 лет вот этой Российской империи, когда православие было государственной религией, а что он вынес вообще? Вот что народ вынес за 950 лет? Помогла ему церковь или не помогла? Бог помог или не помог? Святые помогли или не помогли? Но первое мы уже сказали. Господь только нам дал такую территорию. Это уже ясно и понятно. Хотя и другие народы тоже воевали. И не хуже нас. И французы, и те же поляки, и те же немцы. Немцы все войны начали в России, в мире, потому что они хотели расширить свою территорию. Не получилось. Не получилось. И даже после Второй мировой войны даже Германия разделилась на две части. Что же мы получили с вами? А получили вывод народа. Народ сделал удивительный вывод. Без Бога даже не до порога. Удивительно. Еще открою вам маленькую тайну. В 1913 году по указу императора Николая II была создана демографическая комиссия. А кто возглавлял эту демографическую комиссию? Дмитрий Иванович Менделеев. И когда эта комиссия закончила свою работу, они представили императору выводы. А вот выводы для нас интересны. Выводы какие? В 2000 году в России должно жить 700 миллионов человек. А у нас живет только 142 миллиона. С Крымом 144. Но я хочу вам напомнить, в прошлом году в 700 тысяч умерло от алкоголя. 300 тысяч умерло от никотина. 55 тысяч наложило на себя руки. 800 тысяч умерло от наркотиков. 8 миллионов абортов. 2 миллиона брошенных детей. Смертность выше рождаемости во всех областях России, кроме Белгородской области. Как? Нормально? Мы с вами знаем, что несколько лет назад закрыли сберкассы. Потом закрыли почтовое отделение в селах и деревнях. Потом закрыли фельдшерские пункты. Потом закрыли школы. Я уже приехал сюда. А в прошлом году закрыли родильные отделения. Родильные отделения закрыли. Поэтому сегодня мы с вами говорим о том, что что-то надо делать, чем-то надо заниматься, как нам вообще вернуться. И тогда мы вспоминаем с вами вспоминаем то, что вывел наш народ. Без Бога не до порога. Даже не до порога. И на сегодняшний день я как священник, который постоянно исповедует людей, я все время исповедую. Лечу в самолете и исповедую в самолете. Еду в поезде, в поезде. Где бы я ни был, мне приходится, как я сказал, много ездить. С Прохановым недавно были в Сербии, в Сербии ездили. В Грузии вот только недавно был. Был в Казахстане. 28 числа опять в Казахстан в Ламату улечу. Надеюсь, живой вернусь. Поэтому вопрос заключается в том, что ездить приходится очень много. Но сегодня весь мир спрашивает встанет Россия или не встанет. И вот если на сегодняшний день мы с вами из 52 районов Нижегородской области, хотя бы наших 13 районов, покажем всей России, как нужно жить на нашей земле, какие песни нужно петь, как нужно относиться друг к другу, можно ли плевать на землю, наше тело взято от земли, можно ли плевать на землю, мы скажем нет, нельзя. Но я вам напомню, что нам нужно еще будет вместе пожить очень долго. Потому что вчера я приехал почти что в 3 часа ночи, приехал, я ездил в колонии, у меня в епархии 11 колоний, сейчас осталось 10. В каждой колонии почти что по тысяче человек. Вот в этой колонии находятся убийцы, а в этой колонии находятся продавцы наркотиков, а вот в этой колонии люди по 5-7 судимости, а вот в этой колонии минимальный срок 18 лет. И еще, знаете, тайну открою вам, они не работают, работы нет. Они зато кушают хорошо, сейчас им дают первое, второе кушают. Вчера мы сидели до часу ночи с начальниками колонии, и они говорили с такой горечью, потому что они удивительные молодые офицеры, ребята молодые, офицеры, которые свою жизнь на это положили, их жены рядом с ними, дети там уже, и они говорят, если бы сегодня вся Россия так питалась, как питаются вот эти преступники. И когда мне пришлось вчера выступать перед теми, кто имеет так называемую первую судимость, у них называется первая ходка, когда сидел примерно человек 300 в зале, я полтора часа с ними беседовал, то вы посмотрели на них, хорошие лбы, хорошие носы, красивые глаза, хорошие подбородки. Я не вижу вообще за три года своего епископства не увидел ни одного деформированного лица, ни одного дебила, нормальные совершенно люди. Но я вам открою маленькую тайну. Вы забыли, они с нами учились вместе в одной школе. Они сидели за одной партой с нами. Но только мы с вами вот здесь, они с вами, они вот там. Сколько горя матерям, которые их родили. Сколько горя их роду. И вот на сегодняшний день мы должны сказать, мы вчера так долго сидели, долго разговаривали и долго обсуждали, как нам вообще дальше существовать и дальше жить. Как этих людей ведь так сделать, чтобы они назад уже не возвращались. Это такие проклятые вопросы нашего времени. А сколько людей в больницах сегодня? Это же немыслимо. Сколько людей сегодня едут за границу, везут наши деньги для того, чтобы там вылечиться. один ко мне приехал, у него 200 килограмм веса, он сказал, отрезал полжелудка. Я говорю, лучше бы ты не ел, поменьше кушал. Нет, не могу, говорит. У меня, говорит, все на букву К. Козочка, кабанчик, курочки, коньячок, коровка, кролики. Все на букву К. Поэтому сегодня люди не могут себе отказать. Им кажется, что столько пищи, в советское время мы даже подумать обо мне не могли. Но мы должны знать, что не всякую пищу, которая продается сегодня, можно есть. Смотрите на ешки. Сколько ешек, сколько у вас будет раковых заболеваний. Поэтому сегодня мы возвращаемся к этим традициям. Традиции то, что было, есть и будет всегда. Что такое патриотизм? Знание традиций, умение в них жить и готовность отдать за них жизнь, если им угрожает опасность. И вот сегодня не по моей даже инициативе, а по инициативе дорогого моему сердцу за эти семь лет Евгения Васильевича вот такое совершилось. Но сегодня мы, наверное, еще при традиции присутствуем. Стоит отец и сын. Это удивительно совершенно. Какой отец? Отец, которого когда-то награждал даже сам святейший патриарх Алексей. Это же не просто. И сын, который тоже начинал работать в сельском хозяйстве, в управлении, а сегодня священник. И они оба мне дорогие моему сердцу люди. И думаю, что вы сегодня, ну, немногие, может быть, из тех, кто может поблагодарить тех, кто с вами управляет, вас организует, вам помогает, вас ведет, вас сопровождает. Потому что сегодня прошли выборы и не во всех районах все гладко и хорошо. Пришли простые молодые ребята, которые просто при помощи технологии сумели победить. Это просто удивительно. Поэтому сегодня я умоляю и прошу вас, чтобы вы благодарили вот ваших руководителей, вашего руководителя, чтобы вы запомнили этот день сегодняшний, потому что мы возрождаем эти традиции. И сейчас я хотел бы, чтобы мы вместе с вами перешли еще на одно место. Я хочу сегодня заодно, колью я уже приехал, еще осветить место для будущего храма. На том месте, где он когда-то раньше находился. Поэтому сегодня мы осветили крест, замечательное сделать дело, завтра у нас возвижение креста Господня, вечернее богослужение и послезавтра. Это такая точка отчета. После Рождества Богородицы это событие, выходящее за пределы нашего сознания. Поэтому сегодня я предлагаю вам еще совершить одно действие. И мы переместим сейчас в новое пространство с вами и там завершим нашу встречу. Спасибо всем, Господи.